Всем привет! Сегодня мы сравним китайский фрегат с индийским и австралийским. Самый крупный корабль в сравнении это китайский фрегат типа 054А «Дзенкай-2». Экипаж корабля 165 человек, водоизмещение 4053 тонны, длина 134 метра, а мощность ГЭУ 30400 л.с. Второй корабль это индийский фрегат проекта 11356 типа «Тальвар». Экипаж корабля 193 человека, водоизмещение 4035 тонн, длина 124 метра, а мощность ГЭУ 56000 л.с. И третий в нашем сравнении это австралийский фрегат типа «Анзак». Экипаж корабля 163 человека, водоизмещение 3810 тонн, длина 118 метров, а мощность ГЭУ 30172 л.с. для газотурбинного двигателя. Как мы видим, по длине и водоизмещению китайский фрегат больше индийского и тем более австралийского. А вот по численности экипажа китайский фрегат уступает индийскому и почти равен австралийскому. ГЭУ индийского корабля мощнее 56000 л.с. против чуть более 30000 у китайского и австралийского кораблей. Это делает «Тальвар» самым быстрым сравнением. Скорость полного хода у него 3032 узла против 27 у фрегата «Анзак» и тип 054А. Однако в дальности плавания «Тальвар» проигрывает «Анзаку» – 9000 против более 11000 км, но превосходит тип 054А с дальностью в 7000. Автономность плавания у всех кораблей одинаковая – 30 суток. Перейдем к вооружению кораблей. Начнем с артиллерийского. На фрегате типа 054А установлена 76-мм универсальная корабельная арт-установка HPJ-26, китайский вариант советской АК-176. Она уступает по дальности стрельбы 100-мм арт-установки А190Э «Тальвара» – 15,7 против 20 км. Но самое мощное орудие у фрегата «Анзак» – 127-мм артиллерийская установка МАК-45 с дальностью до 37 км. Скорострельность МАК-45 до 20 выстрелов в минуту, против 80 у А190Э и до 130 у HPJ-26. Самое мощное противокорабельное вооружение у «Тальвара» – 8 ячеек ударного ракетного комплекса «Брамос» для сверхзвуковых противокорабельных ракет PG-10 «Брамос» с дальностью стрельбы до 290 км. Правда, на первых трех фрегатах установлен ракетный комплекс «Клаб-Н», но после модернизации все «Тальвары» получат «Брамос». На фрегате типа 054А установлены две четырехконтейнерные наклонные пусковые установки на 8 противокорабельных ракет YJ-83 с дальностью до 180 км. А на фрегате типа «Анзак» две четырехконтейнерные наклонные пусковые установки на 8 ПКР «РГМ-84Л» «Гарпун» с дальностью до 124 км. Самый мощный зенитно-ракетный комплекс у фрегата типа «Анзак». Одна УВП МАК-41 на 8 ячеек с боекомплектом 32 ЗУР РИМ-162 и ССМ и дальностью до 50 км. Также на корабле зарезервировано место для второй УВП МАК-41. На фрегате «Тальвар» установлена однобалочная пусковая установка ЗРК «Штиль-1» с боекомплектом в 24 ЗУР и дальностью до 45-50 км. На фрегате типа «0-54А» установлено 4 УВП на 32 ячейки ЗРК «Штиль-1» с боекомплектом 32 ЗУР и дальностью до 40 км. Самая мощная зенитная артиллерия у двух кораблей. На фрегате типа «0-54А» две одиннадцатиствольные арт-установки HPJ-11 с дальностью 3 км и темпом стрельбы 10 000 выстрелов в минуту. На первых 16 кораблях установлены две семиствольные арт-установки HPJ-12 с меньшим темпом стрельбы 4200 выстрелов в минуту. На Тальваре зенитная артиллерия представлена двумя 30-мм шестиствольными автоматическими арт-установками АК-630М с дальностью до 4 км. Но на первых трех кораблях стоят ЗРК «Штан» с двумя 30-мм шестиствольными автоматами с темпом стрельбы 10 000 выстрелов в минуту и боекомплектом в 32 ЗУР с дальностью до 8 км. На фрегате типа «Анзак» зенитной артиллерии нет, но зарезервировано место для ЗАК Марк-15 «Фэлэнкс». Друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, это очень помогает в продвижении канала. Самое мощное противолодочное вооружение на индийском и китайском фрегатах. На Тальваре установлены два 533-мм двухтрубных торпедных аппарата ДТА-53-11356, которые могут использовать противолодочную торпеду «Варунастро» с дальностью до 40 км. На фрегате 054А установлены два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для торпед Ю-7 с дальностью до 10 км. Также из УВП ЗРК HHQ-16 возможен запуск противолодочных ракет Ю-8 с дальностью до 30 км. А на фрегате типа «Анзак» установлены два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для торпед МЮ-90 «Импакт» с дальностью до 23 км. Кроме того, в дополнение к торпедным аппаратам на фрегате типа «Тальвар» установлен 12-ствольный противолодочный бомбомет РБУ-6000 с дальностью до 5,8 км. А на фрегате 054А два шестиствольных противолодочных бомбомета с дальностью до 3,7 км. На фрегате типа «Анзак» противолодочных бомбометов нет. На всех фрегатах есть вертолетная площадка и ангар. На китайском фрегате для вертолета Ка-28 максимальной взлетной массой около 12 тонн или легкого многоцелевого вертолета Z-9C. На индийском фрегате для вертолета Ка-28, Ка-31 или легкого Дхруф. А на австралийском для вертолета MH-60R максимальной взлетной массой около 10 тонн. Наибольшая дальность противокорабельных ракет у фрегата типа «Тальвара» – 290 км. Наибольшая дальность систем ПВО у фрегата типа «Анзак» – до 50 км. Наибольшая дальность ПЛО у фрегата типа «Тальвар» – до 40 км. Также только у «Тальвара» есть возможность нанесения ударов по наземным объектам на дальность до 290 км. Строительством кораблей типа 054А занимались две верфи – Хуан Пу Шипьярд и Худон Жан Хуа Шипьярд. Строительством кораблей типа «Тальвар» занимался «Балтийский завод», а сейчас занимается «ПСЗ Янтарь» и «Гуа Шипьярд Лимит». Строительством кораблей типа «Анзак» занималась «Уильямстаунская верфь». С 2008 года ВМС Народно-Освободительной армии Китая получили 30 фрегатов типа 054А. С 2003 года ВМС Индии получили 6 фрегатов типа «Тальвара». Один корабль был официально спущен на воду и еще три были заложены. С 1996 года Королевский австралийский военно-морской флот получил 8 фрегатов типа «Анзак». Теперь давайте посмотрим на темпы строительства. Среднее время от закладки до спуска на воду у китайских фрегатов типа 054А неизвестно. У индийских фрегатов среднее время до спуска на воду, без учета достраиваемого в России корабля, составляет чуть меньше двух лет, а у австралийских фрегатов чуть меньше года. Наименьшее среднее время от спуска на воду до передачи флоту у китайских фрегатов чуть больше года. У индийских и австралийских кораблей около двух с половиной лет. Если вам понравилось, не забудьте подписаться, поставить лайк и написать в комментариях свое мнение о том, насколько корабли из сравнения соответствуют задачам каждого из флотов. Субтитры создавал DimaTorzok